Здесь на выставке Mobile World Congress 2013 для меня самым интересным гаджетом, пока стал не гаджет, а операционная система от компании Mozilla Firefox OS. У Mozilla есть отдельный стенд, мы на нем находимся, и она установлена всего пока на два устройства, про которые не смысла рассказывать, поэтому сделаем обзор платформы. Те, кто не в курсе, напомню, эта платформа основана на веб-технологиях, на стандартном движке GECO бесплатном, и работает как бы браузер-платформа. Похожая система использовалась Google Chrome OS, но она портируется на ноутбуке, а Mozilla на смартфоны дешевые, бюджетные, и вроде как она очень нетребовательна к ресурсам. Сейчас мы это все узнаем. Один из двух гаджетов называется ZTE Open, другой оток отель, все они в ярких цветах. Характеристики очень доклые, гаджет сам никакой, но дело и не в нем. Интересно посмотреть, как будет работать приложение на нем. Включаем стартовый экран, блокировка, здесь у нас выход сразу на фотокамеру, и разблокировка экрана. Причем не слайдовые движения, а просто мы нажимаем кнопку и выходим в стартовый экран. Сенсорная кнопка выводит в начальный экран, как на iOS, например. Дальше. На стартовом экране видно, что есть четыре иконки быстрого запуска. Удерживаем и становится... Нет, пока ничего не понятно. Удерживаем. И становится понятно, что можно добавлять сюда другие приложения. Например, контакты. Беру контакты, тащу. Что ж такое? Есть. Взял, тащу. Добавил контакты, не знаю, добавил настройки. Экран не очень хороший, не очень отзывается. Вот. То есть можно добавить больше четырех приложений. Сейчас здесь звонилка, сообщения, контакты, настройки Firefox и камера. Посмотрим, что у нас в звонилке. В звонилке у нас три вкладки. Все привычно. Это журнал звонков, дублирование вкладки контакты, точно такое же. И, собственно, дайлер, номернабиратель. Зайдем, посмотрим в какую-нибудь контакт. Видно, что можно импортировать данные из Facebook, и картинка от Facebook подцепляется. И прямо отсюда, с данного контакта, можно отправить сообщение, позвонить и даже запостить сообщение на стену контакта в Facebook. Или посмотреть профиль в Facebook. То есть он на уровне системы поддерживает Facebook. Что у нас тут дальше есть? Стандартные сообщения, думаю. Ну, вот не очень быстро работает, в отличие от того, что обещалось. Да, вот сообщения. Тут все понятно, стандартно. И что еще? Посмотрим, что у нас в настройках. В настройках, да, я бы не сказал, что это быстрый смартфон, хотя утверждается, что он один из самых быстрых. Есть интернет-шаринг, все знакомые функции, Bluetooth, GPS можно включить. Вот что интересно. Интересно, App Permissions. Можно для каждого приложения назначать свои правила. Например, зайдем в тот же Facebook. Что можно с ним сделать? Facebook, заходи. Ничего этого нельзя делать, только можно удалить. Например, зайдем в карты Nokia Hair Maps. Здесь, например, можно регулировать геолокацию. То есть, разрешение на геолокацию. Можно при каждом запросе в интернет, чтобы система запрашивала. Можно разрешить навсегда, можно отклонить. То есть, можно гибко регулировать настройки приложений. Но самая главная фишка – это, конечно, поиск. Вот как он реализован. Выходим налево в обычную строку поиска, знакомую по iOS. И набираю, вот здесь много чего набрано. Я наберу что-нибудь свое. Наберу, например, Django. Набираю, ой-ой-ой. Набираю Django. Да, Django. Вот он, есть он, подсказывает мне. Здесь, на самом деле, у меня Wi-Fi. Не Wi-Fi средение, а 3G, поэтому все может быть медленнее. И вот что самое интересное. В обычном стандартном поиске у тебя запросы выдаются в ленте приложений. Все про Django ты можешь узнать через скачанные приложения на этот смартфон. То есть, можешь посмотреть рейтинг его на IMDb. Можно посмотреть сам фильм на Netflix. Можно купить билеты на Fandango. Можно на официальный веб-сайт прийти. Можно галерею посмотреть, тренер в YouTube. То есть, все связанное с фильмом выдается в виде таких иконок приложений. Это трансформирует само главное меню. Это очень интересный подход. Такого я еще нигде не видел. И это отличает платформу от других. Дальше все вроде как логично и понятно. Обычные экраны перелистываются свайпом. Приложение устанавливается из маркетплейса. Находим в него. Вот так он не быстро грузится по 3G. Здесь очень загруженные сетки. Грузится, грузится, грузится. Загружается. Белый экран у нас уже появляется. Есть официальное положение от Twitter, как видно, википедия, SoundCloud. И вот так вот выглядят категории. Он выглядит очень необычно. Гораздо сильнее отличается от прочих рынков, чем в iOS и в маркетплейсе от Google. Заходим в музыку, например. Выходи. Ну вот тут довольно полно всяких... Не так уж и много на самом деле. Попробуем установить Trollolo от Андрея Баптиста. Как это выглядит? Install. Ищи, куда он там установился. Да. Это наш старый добрый Trollolo. Вышел. Грузится видео, видимо, по... Where is you got now? Я не знаю, где он. Вот он, да. Trollolo Master. То есть грузится точно так же, как в iOS. Сразу просто падает загруженное приложение на рабочий стол. Но есть еще на чем работать ребятам, конечно. Но платформа выглядит довольно перспективной. Ну вот такой получился гаджет, такая платформа. Есть на чем работать. Не очень она быстрая, как обещали. Но, правда, гаджет сам крайне никакой по характеристикам. Он очень средний. И, конечно, для такого набора характеристика гаджет работает довольно быстро. Мне понравилось, что есть разделение по приложениям. Это должно понравиться сисадминам для использования в корпоративном секторе. А обычным юзерам понравится то, что он просто дешевый, недорогой. И можно устанавливать приложение. Напомню, все они работают на базе интернет-технологий. Это HTML5. То есть сделать их может студент, кто угодно. Как я узнал, очень быстро в Marketplace они загружаются. Очень быстро проходит система нотификаций. Ну и, соответственно, очень просто скачивается. Ну, правда, слишком сложными такие приложения сделать нельзя. Карты здесь используются от Nokia. Ну, вот так вот. Ничего от Google я не нашел, кроме YouTube-овского приложения. Google по максимуму выпилен. Я желаю успеха компании Mozilla. Надеюсь, у них получится. И они навяжут конкуренцию Android хотя бы в сегменте low-budget недорогих смартфонов. По денег у меня выше. Но всем это выпил, какое ограничено. Ты не бе, что ты не успеха. Мы выя, 요. Мы ухили егоатура. Присып这样 не только он видно. На PHP по минимуму кого он посмотрит. Мы ценим рег På paling нерах, Продолжение следует...